В ближайшее время, 13-14 января, в Киев поедет Сергей Лавров, министр иностранных дел, будет обсуждаться участие Украины в таможенном союзе. Насколько... Мы уже об этом говорили как-то здесь в студии с вами. Убыточен. Господин Кожарев, украинский коллега Лаврова, говорит о том, что Украина активизирует разговор о форматах участия в таможенном союзе без прямого вступления. Украине это вообще интересно? Это интереснее Украине или это интереснее нам? Есть целая куча разных тонкостей. В целом. Вот есть некоторая стратегическая линия. Экономически Украина несостоятельна. У них были иллюзии в конце 80-х, начале 90-х. Сегодня эти иллюзии расселились все. Нету больше людей на Украине, которые бы считали, что им будет хорошо в будущем. При этом есть западенцы, которые четко знают, что сколько бы не было денег, они все равно главное, чтобы они держали вот эту вот антирусскую линию. И тогда они из Киева отожмут столько денег, сколько им надо. Вот это вот как бы их четко. Они как бы чистые паразиты на теле остальной Украины. А что касается всех остальных, то они прекрасно понимают, что это как бы такая народная украинская игра. Ласковая терятья, двух маток сосет. Значит, есть Россия, а есть Евросоюз. И сегодня они попытаются играть и туда, и туда. По мере ухудшения экономической ситуации, да, действительно, проблемы. Да, главная проблема стоимость газа. Но вместе с тем они принимают активные меры по снижению употребления газа. И реально его снижают. Для своих граждан у них, кстати, газ есть. Основное что? Это то, что свой газ у них дешевый. И он идет прежде всего в металлургии и в химическую промышленность. А народонаселение потребляет газ российский сильно более дорогой. Теоретически им ничего не мешает постепенно заменять российский газ. А что касается металлургии и химической промышленности, предлагать им выживать самостоятельно. Есть еще другие варианты. Украинские элиты очень не хотят подписывать соглашение по таможенному союзу. Они четко понимают, что в этом случае значительную долю своей свободы они лишатся. Деньги им не нужны. Потому что сегодня деньги никому не нужны. Их девать некуда. Все, что надо, у них и так есть дачи, яхты, виллы, где угодно и так далее. А деньги девать некуда. Ведь они у вас лежат, куда вы их будете девать? Они только будут обесцениваться в соответствии с инфляцией. Главное это активы. Они прекрасно понимают, что как только они войдут в таможенный союз, к ним придут и сделают предложение российские олигархи, от которого отказаться будет абсолютно невозможно. Теоретически они рассчитывают, что Европа их защитит. Надежды на это становятся все меньше и меньше. Они уже понимают, что Европа их не защитит. США их уже сдали. Скорее всего их сдадут и в Евросоюзе. Ну, Польша будет рыпаться, потому что у Польши есть тайная мечта захватить Украину обратно. Ну, это психиатрия. Это не разум. У поляков комплекс неполноценности по отношению к потере своей государственной в 18 веке, а великий Польша от моря до моря, это такой вот очень тяжелый фактор, которым ничего нельзя сделать. Ну, вот тут как бы никуда не денешься. Впрочем, у нас такие тоже есть проблемы. А наше огромное желание в Украину видеть в Таможенном Союзе, это исключительно политика или есть экономическая? Нет, это 50 миллионов человек рынка. Это очень сильное усиление России в Европе. Бжезинский недаром об этом говорил, что Россия без Украины это региональная держава, а Россия без Украины это великая. Но это же Украина только в Таможенном Союзе, не в каком-то новом СССР. Это неважно совершенно. Все же прекрасно понимают, народ-то один. И это вот ощущение единого народа, оно никуда не денется. Ну, то есть мы возвращаемся к тому, что это не экономика, а политика в первую очередь. Это в первую очередь политика, конечно. Но это экономика в каком смысле? Великая держава-то в первую очередь в экономическом смысле. Кроме того, это 50 миллионов белых рабочих рук. А вот великая держава-эффективная держава, это одно и то же. А я не очень понимаю в данном случае термин эффективность. А я не очень понимаю термин великость. А это как бы общий термин, его все. Хорошо, смотрите. В данном случае я цитировал Бжезинского. Что касается эффективности, то если говорить об эффективности, то сегодня, например, абсолютно неэффективная держава, это Соединенные Штаты Америки. Это экономическая подоплека в нашем стремлении увидеть Украину в таможенном союзе. В чем? Таможенный союз – это экономическое объединение. И логика в этом следующая. Что поскольку единая система разделения труда с центром Соединенных Штатов Америки рассыпается, ну просто вот это уже все видят, то есть становятся интересны региональные объединения. Региональные объединения – это прежде всего естественные экономические кластеры. Вот можно сколько угодно говорить, что там Греция, Сербия, Болгария не любят турок, но турецкое экономическое проникновение туда совершенно колоссальное. Почему? Потому что это уже две тысячи лет, даже больше, три тысячи лет. Это естественный экономический кластер. Балканы и Малая Азия. Вот хоть ты умри, да, вот они все время экономически объединяются в единую систему. Персидская империя, Ахименидов, потом, соответственно, держава Александра Македонского, потом Рим, потом Византия, ну вот, а потом Османская империя. Еще раз повторю, это естественный экономический кластер. Точно так же, как естественный экономический кластер, который вот в Междуречии, Днепра, Дону и Волге. Вот, ну вот хоть ты умри. Это Михаил Хазин.